Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня мы приготовим с вами очень вкусное блюдо из самых простых продуктов. И как вы видите, для этого мне понадобится всего пара картофелин, граммов 200 творога, одно яйцо, щепотка соли, у меня сегодня адыгейская, и понадобится мука. Муки мне понадобится столько, сколько возьмёт тесто. В процессе приготовления блюда я, конечно же, расскажу, сколько муки я использовала. Также мне понадобится немного растительного и сливочного масла для жарки. И в конце я приготовлю соус, с которым я люблю подавать это блюдо. Для начала нам нужно отварить картофель до полной готовности. Воду при варке картофеля не подсаливаю. Пока картофель варится, я подготовлю творог. Для этого творог я переложила в марлю, и мне необходимо отжать с него лишнюю сыворотку. Делается это очень просто. Теперь отжатый творог нужно хорошо размять вилкой, ну или просто перебить блендером до однородной консистенции. Картофель сварился, и нам необходимо хорошо его размять. Теперь к творогу добавляю одно яйцо. Соль по вкусу, у меня где-то пол чайной ложки, можно чуть меньше. И все хорошо перемешиваю. Лично мне это удобно делать вилкой. Теперь к творогу добавляю остывший картофель. И все хорошо перемешиваю. Теперь к творожно-картофельной массе нужно добавить столько муки, чтобы из теста получилось сформировать такие колобки. Я добавлю пока 3 ложки и перемешаю. Посмотрю, хватит мне этого количества муки или нет. Я добавила еще 2 столовые ложки муки. Итого у меня ушло 5 столовых ложек муки. И я сформировала вот такое тесто. Теперь я присыплю стол мукой и буду формировать такие колобки. Делается это легко и просто. Просто катаете вот такие колобки и выкладываете их на муку. Потом нам их нужно будет обвалять в этой самой муке. Теперь вот так каждый шарик нужно обвалять в муке. Ну а дальше нам нужно сформировать наши колобочки для того, чтобы обжарить их на сковороде. Слегка приминаю и самая увлекательная часть приготовления. Накрываю колобочек вот так кружкой или чем угодно. И вот таким образом формируем. Делайте это так же, как я вам показывала в рецепте с приготовлением сырников. Это блюдо, конечно, сырниками не назовешь. И варениками это блюдо не назовешь. На мой взгляд, это гораздо вкуснее. Вот такие ровненькие получаются пончики. Я сформировала наши заготовки. Тем временем на плиту я поставила разогреваться сковородку. Налила туда растительное масло. Сейчас масло немного нагреется. Я добавлю туда 1-2 чайные ложки сливочного масла. На мой взгляд, так получается вкуснее. Жарим на среднем огне по 1,5 минутки с каждой стороны до румяной корочки. Затем выкладываем все на бумажное полотенце, для того, чтобы удалить излишки масла. Ну вот, дорогие мои друзья, мое блюдо готово. Подавать я его люблю со сметаной и зеленью. По желанию можно добавить немного чеснока. Уж не знаю, как назвать это блюдо. Картофельно-творожные сырники или как-то иначе. Но это и не вареники, и вроде бы и не сырники. Это, на мой взгляд, гораздо-гораздо вкуснее. Да к тому же готовится очень быстро и просто. Если вам пришелся по душе этот рецепт, ставьте лайки и оставляйте свои отзывы в комментариях. Я буду очень вам признательна. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем мира и добра, а главное здоровья. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!